Всем привет, меня зовут Доля, я рада видеть вас на своем канале, сегодня мы с вами попробуем новую лимитированную коллекцию от Essence, которая называется Мистери. Я купила один из бандалов и здесь у нас с вами палетка теней для губ и румяшки, на самом деле это просто выгоднее покупать, да и посмотрите какая красота, какое красивое оформление. Это коллаборация у нас с вами с немецким бьюти-блогером, которого зовут Beauty Bands, у нее около трех практически, 3 миллиона подписчиков в ТикТоке, на Ютубе не очень много, а в Инстаграме в районе 300 тысяч. Девочка в основном специализируется на каких-то креативных макияжах и на гриме, и в принципе у нее неплохие работы в этом плане, касаемо каких-то дневных макияжей, но они достаточно такие ровненькие и спокойненькие, но креатив неплохой. Мы сейчас с вами посмотрим сводчи палетки теней и конечно же будем пробовать продукты из коллекции, поехали! Ну что, первый продукт, который мы сегодня с вами пробуем, это мистические румяна. Я хочу отметить, что это продукт, который реагирует на PH кожи. Я его буду переносить кисточкой, как обычно, можно конечно сразу же переносить на лицо. Это восковый продукт, смотрите какой он жирненький. Сегодня, скорее всего, я буду делать только кремовую коррекцию и буду закреплять ее пудрой. Я уже нанесла бронзер. Очень мягкий и податливый продукт, легко распределяется, легко тушуется. Однако я все-таки советую переносить через руку, чтобы вы хотя бы видели, сколько вы наносите. И когда вы будете переносить через руку, вы уже будете переносить цветной пигмент. Вообще интересно это работает. Изначально вы делаете легкий такой сводч, ждете, ждете и цвет начинает проявляться. Он такой, барби-розовый практически. То есть, если вам не нравятся такие оценки, возможно, вам не зайдет. Из нюансов. Жирный, очень жирный продукт, поэтому будьте аккуратны. Скорее всего, на жирную кожу не подойдет, просто потому что, ну, посмотрите, как он светит. Конечно, у меня и тон сегодня влажненький, понятное дело. Потому что, во-первых, если вы будете наносить такие продукты кремовые на сухой тон, то есть на тон, который у нас с вами превращается в пудру, скорее всего, вы наделаете либо пятен, либо поднимите тон. Переходим к самому интересному. Глазам. Я себе сделала направление, чтобы не выходить за него и чтобы понимать, какую форму буду рисовать. Сегодня я буду много рисовать. У нас с вами три аква-лайнера. И я попробую использовать все три оттенка. И по максимуму попробую матовые тени. То есть у нас сегодня будет прям что-то безумно цветное. Начинать я буду с коричневого оттенка. Я хочу отметить, что никогда не пшикайте сразу же в тени, сразу в палитру. Когда вы будете пшикать каким-нибудь фиксатором, чем угодно, сразу же в палитру, вы попадете и на матовые тени. А если на матовые тени попадет вода, они могут испортиться. Это зависит от формулы. Не любые тени могут работать на мокрую. То есть они могут работать, но потом, скорее всего, они будут испортиться. Поэтому для того, чтобы такого не было, я буду пшикать на руку. Вымачивать кисту. Кисты. Мочить кисточку на руке и только потом переносить в рефил. Начинать я буду с коричневого оттенка. И им мы будем простраивать форму. При этом в серединке я сделаю небольшую такую проплешинку, скажем так. И ее мы заполним красным оттенком. Начинаем. Хочу отметить, что у нас с вами есть кисточка. Мы, скорее всего, частично ее попробуем. Частично, но не полностью. Поехали. Пшикаю на руку фиксатор. Любой, можно просто воду. И смачиваю кисточку. Давайте сразу вытянем тонкую первую линию этой кисточки из палетки. Получилась немножечко разная высота. Ну да ладно. Сейчас я возьму красный лайнер. И для того, чтобы прорисовать следующую часть стрелочки. И она у нас будет проходить над радужкой. Чтобы не делать лишней работы. И не думать потом, как это все сравнять. Опять возвращаюсь к коричневому оттенку. И дорисовываю внутреннюю часть. Лайнеры не сильно пигментированные. Поэтому их нужно наслаивать. И вблизи у меня, конечно, цата сорта. Особенно выглядит немножко, ну прям, не идеально. Ну, да ладно. Посмотрим, что будет дальше. Переходим к теням потихонечку. И мы будем заполнять нашу форму с помощью... Верхнюю часть с помощью синего, фиолетового и розового оттенка. То есть расклад у нас будет синий, фиолетовый и розовый. Вот эти вот блестки. Ну, вот эти глиттеры устаревшие. Может быть, конечно, добавим в синий оттенок. Но это не точно. По нижнему веку у нас будет темно-зеленый уходить в оранжевый. Касаемо блесток. Вот эта блестка у нас будет внутренний уголок. Вот оттенок золотистый. Будет в переходе между зеленым и между оранжевым. По факту мы его нанесем скорее на оранжевый. Пигментация здесь не очень. Сразу же предупреждаю. Поэтому будут свои нюансики и моментики. То есть придется мне очень и очень много наслаивать, чтобы плюс-минус получить что-то достойное. Начинаю с синего оттенка. Перехожу к фиолетовому оттенку. С помощью белки набирается и набивается максимально плотно. Поэтому я белкой и наношу петлю. Маленькой-маленькой малышкой. Если взять что-то другое, будет гораздо все хуже. И то, смотрите, белкой насколько полупрозрачно носится тени. И я по нескольку раз по ним прохожусь, чтобы максимально набить. Чтобы было максимально плотненько. Ближе ко внутреннему уголочку я наношу розовый оттенок. Если он, конечно, будет виден. Потому что он очень белесый. Ну, такое себе. Перехожу на нижнее веко и набираю темно-зеленый оттенок. И наношу его ближе ко внешнему уголочку. Перехожу к оранжевому оттенку. Набираю оранжевый оттенок на пушистую кисточку. И немножечко прохожусь по нижнему веку. Тени отвратительные по качеству. Обратите внимание на то, сколько пятен. Без наслаивания пигмента нет. С наслаиванием появляются очень жесткие пятна. И тени между собой не остушевываются. Вот здесь вот на границе какая-то жесть и оборвание. Между розовым и фиолетовым. Розовый и фиолетовый вообще должны идеально вместе смешиваться. Но тут тоже получается какая-то фигня. На границе. Можно смешать два оттенка на кисточку. Но это не сильно поможет, если честно. Вот прям совсем не поможет. Потому что я здесь смешивала. И получается какая-то лажа. Добавляю во внутренний уголок светлую блестку. И как я говорила, между... Ну вот приблизительно вдоль радужки. В золотую. Я смогла немного исправить ситуацию. Я намешала на козочках. Два переходных оттенка. Стало чуть-чуть получше. И я смогла немного сдвинуть. Немного. Но тени как-то очень сильно залипают в некоторых местах. И образуются пятнышки. В общем-то издали выглядит ок. Но вблизи видны какие-то пятнышки, проплешинки. То есть вы можете наслоить. Вы можете. Но когда вы наслаиваете, выглядит как чистый пигмент. То есть вы наслаиваете и образуются пятна. Честно сказать, по-моему, эта палетка уже не стоит своих денег. Я сейчас еще добавлю зеленый лайнер. Поверх коричневый. Наверное, вот здесь вот. По внешнем уголочке. И прикреплю реснички. Наверное, все. Мне палетка не нравится. Вообще не нравится. Тени не работают друг с другом. Тени очень слабо пигментированные. Не стоит у нас в одене. Красиво выглядит. Красивая упаковка. Но качество отвратительное. С глазами я, в принципе, закончила. Хочу отметить, что я. А. Много наслаивала. И Б. Лайнера я тоже очень много наслаивала. Где-то по пять слоев, по шесть слоев. У нас с вами лайнер. Особенно коричневого. Почему-то коричневый хуже всего по качеству. Касаемо нижней слизистой. Это Кико. Десятый оттенок. И сверху, в серединку, я добавила Рилуи. В оттенке 0.6. И получился, вернее, такой интересный акцент. Касаемо губ. У меня 73-й оттенок. Люкс Визаж. И теперь мы с вами попробуем. Блеск в оттенке 0.1. Очень красиво выглядит. И когда я снимала свочи, это тоже прям безумно красиво смотрится. Переливается различными цветами, различными оттенками. Пахнет немного ментовым. То есть, это у нас с вами плампинг. У них тут не хватает второго пальца. Плампинг продукт. Пробуем. Очень красиво. Зеленые, розовые блестки. Ну и, в принципе, на видео тоже смотрите симпатично. Интересно. И присутствует немного зелени. Сильно не липко. Вот почему они так залажали с палеткой? Вроде прикольная коллекция, но с палеткой все-таки залажали. Ну что, давайте теперь чуть подробнее обсудим наши с вами продукты. До того, как мы с вами начнем обсуждать эту коллекцию, я бы хотела обсудить, как часто, в принципе, Essence и Catrice делают различные коллаборации. Достаточно часто. Спойлер. И достаточно часто они выпускают различные имитированные коллекции. Касаемо коллабораций с блогерами. Чаще всего, в 99% случаях, они делают коллаборации с немецкими блогерами. Так как это немецкий бренд, им, конечно же, выгоднее продавать эти коллаборации в Германии. Скажу честно, коллаборации разлетаются очень быстро, потому что блогеры очень часто достаточно популярные. И, в принципе, продукты чаще всего, чаще всего, но не всегда хорошего качества. Не так давно у Catrice вышла коллаборация с Максимилианом. Максимилиан – это очень известный блогер-визажист в Германии. У него больше 100 тысяч подписчиков на Ютьюбе. Я знаю, что для многих сейчас русскоговорящих это в игре сома всего 100 тысяч, но для Германии это очень-очень даже хорошо. Он ведет, конечно же, блог на немецком языке. И, конечно же, так как он ведет блог, он не будет приглашать каждый раз к себе модели, красить ее. Поэтому он красит себя сам и показывает, как работают тени, и рассказывает, что, как, зачем и почему. Почему я вообще хочу про это поговорить? Люди, люди, будьте добрею! Вот посыл у меня именно в этом. Потому что я листала пару раз тикток, и натыкаешься, что русскоговорящие Германии такие, о боже, какой ужас, у них коллаборация с парнем, они что, девочку не нашли? Могли бы девочку взять на рекламу? Во-первых, была бы там фотография девочки, неизвестно, никто бы не купил. Эти палетки, которые нужно продать. Это первый вопрос. Второй вопрос. Второй не вопрос, а момент. Как я сказала, это очень популярный блогер в Германии. Поэтому, конечно же, там, во-первых, все расхвачено, во-вторых, там, и качество продукта было очень классное. Если честно, я жалею, что я все-таки не сделала отдельный обзор на эту коллекцию, потому что там действительно достойное качество продуктов. Ну и сам человек, сам по себе хорош. Почему-то многие, многих вообще не смущает то, что там раньше был Борис Мелисеев, то, что это там Андрей Петров, Егор Андрюшин. То есть это как бы норм. Но когда в Германии или там в европейской другой стране парень ведет блог, то это ужас, какой кошмар. Чаще всего это обычные нормальные парни, просто они визажисты и так удобнее. Честно сказать, вот просто так удобнее вести канал и так удобнее снимать видео. И вот серьезно, вы, допустим, подписаны на какого-нибудь, там, очень известного блогера или визажиста, какой-то бренд делает коллаборацию с ним, но ставит на обложку абсолютно другого человека. Как думаете, продавалась бы эта коллекция? Скорее всего, не так, как если бы на обложке был именно тот блогер, в коллаборации с которым вышла эта лимитированная коллекция. Самый главный пасл, будьте просто добрее, будьте миролюбивее. Вам человек может ничего не сделать, нет ничего плохого в том, что он парень и то, что он показывает макияж на себе. Поэтому вообще нет ничего страшного и плохого. И еще это то, что, у меня кажется, он лучше, чем процентов от 90-95 девушек. Ну, вот так случилось, вот такая вот у человека работа, и это нормально. Теперь давайте вернемся к нашей коллекции и вначале поговорим про качество, а потом, что еще вышло в рамках коллекции. Давайте начнем по мере того, как мы с вами пробовали продукты. Я немножко пошелещу, пока буду вставать из вот этой чудесной коробочки. Вообще коробка, упаковка просто вау. И вот таким вот сетом гораздо дешевле покупать. Я где-то сэкономила, наверное, около 2-2,5 евро. Начнем мы с рамки. Потому что я очень хочу про это поговорить. Очень классная упаковка, очень интересный продукт, очень интересная задумка. Когда мы смотрим на сам стик, он какой-то такой фиолетовый, даже не фиолетовый, фиолетовая упаковка, но сам стик по себе с сиренями. И когда вы начинаете переносить продукт на руку, он начинает проявляться, вернее, оттенок начинает проявляться. Что, вроде, что уже сразу хотела сказать, что мне не понравилось, но давайте поговорим еще на что понравилось, потому что не понравилось. Хорошо распределяется. Продукт достаточно жирненький, поэтому не подойдет на жирную кожу. Его нужно обязательно фиксировать, потому что, а, он достаточно жирненький, он очень быстро слезет. Хорошо распределяется. Лучше всего не наносите сразу же на лицо, иначе быть в идее, иначе вы просто не поймете, куда вы там нанесли, и как вам это все распушилось. Переносите через руку, когда проявится оттенок, и тогда вам будет проще перенести. Что мне не понравилось? С момента нанесения стика прошло, наверное, 3,5 часа. Просто так получилось, что я снимаю в будний день, основную работу никто не отменял, поэтому я немножко снимаю, поработаю, немножко снимаю, поработаю. Ну и, в принципе, уже видно, как ведет себя макияж заодно. Так что мне не понравилось? 3,5 часа рамян практически нет. Куда не делись? Я специально, так как сегодня я не наносила, не дублировала ничего с сухими текстурами, наносила побольше этих рамян, наносила побольше бронзера и хайлайтера кремового. Нет. Вот прям практически нет. Есть легкий какой-то налетик, но вот именно вот этой розовинки, красивой деве, ее уже нет. То есть сам продукт интересный, все здорово, прикольно, но где стойкость? Карл? Не знаю. Вот вообще какой-то нестойкий продукт, но упаковка, все очень здорово. Нет. Нет исключительно из-за стойкости, потому что я понимаю, что в конце дня тогда, ну, в общем, не будет. Есть немного этих рамяшек, ну, вот прям совсем немного. Это очень-очень-очень-очень быстро пропали, а я практически сразу же фиксировала пудрой. Да, они могли немножко поблекнуть, но не до такой степени. Касаемо, давайте начнем с блестка, потом поговорим про палетку, потому что про палетку больше разговоров. Вот это стопроцентный продукт, который стоит брать. Во-первых, очень интересные блестки. Во-вторых, очень комфортный продукт. Он не липкий, он не растекается, выглядит замечательно на губах. Интересный такой оттенок, интересный актон. Касаемо блесток, они переливаются из розового, зеленого и синий, выглядят очень-очень красиво. Здесь есть плампинг-эффект, поэтому если вы не любите ментол, вам не понравится. Немного печет губы, но вот прям не сильно. Где-то в районе 5-7 минут. Очень красивая упаковка, очень красивый продукт. Вот это вот стопроцентная да. А теперь самое классное и самое печальное по качеству это палетка теней. Когда мы на нее с вами смотрим, она выглядит просто публической. Правда, она очень хорошая по качеству, очень красивая упаковка, очень красивая стилистика. Тут в принципе, знаете ли, по стилистике все очень здорово, все гармоничненько. Но в качестве, мне кажется, они были заинтересованы в дизайне больше, чем в качестве. Касаемо еще палетки, самой упаковки, это картон, в том очень толстый картон, то есть быстро развалиться не должно. Здесь также у нас с вами есть в наличии кисточка, и кисточка действительно толковая, очень хорошо и легко рисовать какие-то тонкие линии. Вот за кисточку они получают определенный лайк, я ее даже прихватизирую себе, и она будет рядышком лежать. Ну, теперь давайте к самому не очень сладкому, сделанному в Китае, кстати. Это качество. С чего начнем? Давайте начнем с слаймера. Я не понимаю, как можно сделать более-менее неплохо зеленый, красный оттенок, но на косячность коричневого. Коричневый прямо безумно полупрозрачный. Все вот эти линии, которые вы видите в макияже, я наслаивала по 5, по 6 раз, если будем говорить про коричневый оттенок. Зеленый оттенок, я, наверное, в 2 слоя наносила, красный в 2, в 3. Зеленый хорош по качеству, в принципе, питания нет, по пигментации, но в любом случае это не самые пигментированные лайнеры, и если изначально я наносила воду на руку и по-человечески переносила, и активировала лайнеры, то потом я просто плюнула и максимально близко понесла фиксатор, брызнула один раз и ждала, когда часть продукта высохнет, чтобы не было сильно водинистов, потому что если вы нанесете слишком много воды в такие лайнеры, продукт вообще рисовать не будет, вот от слова совсем. Из минусов эти лайнеры очень быстро застывают, очень быстро впитывают, влагу, и, соответственно, вам нужно будет допшикивать и донабирать продукт. Коричневый ужасный цвет, мало пигмента, зеленый мне зашел, красный мне тоже, в принципе, зашел. Если хотите такие лайнеры, купите Revolution или Beauty Bay. Качество выше цена приблизительно за эту поливку, даже меньше. У Revolution правда неплохие такие вот аквалайнеры хорошего качества сильно не трескуются, конечно, в зависимости от того, куда вы их будете наносить. Потрескаются, не потрескаются, я, скажем, думаю, склоняюсь к тому, что нет, плюс я их наносила на не самую подвижную часть, если наносить на подвижное веко, вот прям супер на подвижное веко, конечно, не треснут, это нормально. В целом, идея классная, но можно было и доработать. Касаемо, давайте вот этих двух красоток, я сегодня, кстати, попробовала все, кроме двух эфилов, и только просто потому, что я считаю, что они безумно устаревшие, вы испортили бы марки, скажем так. Эти блестки, это какая-то фигня, то есть, это классические прессованные глиттеры, неплохо, они, кстати, держатся, неплохо цепляются за руку, но, честно, сейчас это никому не нужно, на мой взгляд. Они есть практически в любой китайской палетке, относительно неплохого качества, но хочу напомнить, что будьте аккуратны с этими глиттерами, потому что они могут поцарапать слизистую, нам бы с вами этого не хотят, даже не слизистую, а сам глазик, это очень-очень неприятно, аккуратно снимайте эти блестки. То есть, для меня вот эти вот два эфила самые бесполезные в палетке. Касаемо шиммер, это не шиммер, на самом деле, это скорее полуметалл, полуметалл, полушиммер, но никак не с этим точно. Достаточно крупноватый помол, выглядит на глазах, если честно, не очень. Здесь очень крупные блестки, и продукт странно распределяется, очень странно распределяется, на кисточку, не спешит он переноситься, можно перенести, белка вообще без проблем все переносится, можно поднатоптать, но, во-первых, продукт немножко замыливается, а во-вторых, на глазах он выглядит, ну, прям не очень. Что этот оттенок, что этот оттенок? В полотную я бы, наверное, их не наносила. Будет не очень красиво, честно, колоробок будет смотреться гораздо симпатичнее, да и уэсно свистение, где шиммерные оттенки сможется гораздо-гораздо лучше и чуть более маслянистые. Они скорее сухопатые. Теперь самое сладкое и не сладкое одновременно матовое. Но здесь мне тоже нечего сказать из хорошего, вот прям от слова совсем. Очень интересные оттенки есть, например, розовый, из палетки могут быть бы замечательные, оранжевый интересный цвет и фиолетовый интересный цвет. Касаемо зеленого, это классический болотный зеленый, затемненный при том. В принципе, для каких-то сложных макияжей может быть неплох, но на каждый день вы его наносить не будете. Да, в принципе, эта палетка каждый день не будет пользоваться. Касаемо синего оттенка, это синий с большим содержанием зелени. То есть, это оттенок зеленки, если честно. Вот очень сильно он на глазах похож на оттенок зеленки, чем это. Только чуть больше синего пигмента, чем, например, желтенького, чтобы получить чуть более зеленоватый оттенок. Очень странный цвет. Вот самые чистые, самые красивые, это третинка, который я назвала, что не так. Слабая пигментация, сухие тени. Очень слабая пигментация. А еще хуже всего то, что тени между собой не слышат. Они лежат рядом с друг с другом, и ты сидишь и думаешь, как же у вас соединить. То есть, если вы на кладах начинаете распределять тени на тени, для того, чтобы сделать чистый переход с помощью белки, например, белый, ой, белый, какой белый, ну, мысль немножко перескочила, в общем, розовый оттенок он содержит очень много белого пигмента, и когда вы наносите на фиолетовый, белый пигмент начинает быть чуть более заметным, и вот не получается красивого перехода, потому что вылазит вот этот вот белый пигмент, и получается немножко странно и выглянно. Просто, когда вы начинаете наслаивать тени, они местами наслаиваются чуть получше, и местами начинают появляться пятна. Это чем-то похоже на чистый пигмент, но бьюти-бэ будет качественнее, при том гораздо, гораздо качественнее. Вы не сможете нанести плотные эти тени с помощью козочки, только белкой, только белкой вы их нанесете плотные, и получите более-менее то, что у меня сейчас. Я наносила, во-первых, плотного, во-вторых, несколько слоев, в-третьих, я наносила белкой. Я пыталась убрать переходы, вот эти вот резкие, и стереть границу с помощью белочки, о, не белочки, а козочки. То есть, я смешивала на козочке вот эти вот два оттенка и вот эти два оттенка, чтобы убрать вот эти резкие переходы. С трудом я немножечко все-таки их стерла, но не окончательно. То есть, плавного, идеального перехода не вышло. Касаемо оранжевого оттенка, ну, не такой оранжевый, как в палетке. На мой взгляд, самый пигментированный оттенок палетки это зеленый. Как бы это странно ни было, но факт. И он какой-то чуть более плотный и какой-то чуть более кремовый. Мне не понравилась эта палетка от слова совсем. С ней можно жить, если у вас есть время наслаивать, если у вас есть время вытушевывать там что-то, придумывать какие-то странные переходы. Если вы нанесете эти тени на подложку, будет, конечно, гораздо лучше, и это исправит ситуацию. Если вы захотите вдруг нарисовать что-то в чистом виде, вы замучаетесь. Я рисовала этот макияж дольше обычного, в среднем я, наверное, в районе часа его сегодня рисовала, хотя обычный такой мейк рисую, ну, 40, наверное, может быть, даже 35, в зависимости от того, как у меня идет со стрелками. Иногда бывают не очень удачные дни, и стрелки получаются кривые, но я сегодня потратила времени на стрелки, я сегодня потратила время исключительно на набивку оттенков. Очень классная упаковка, очень классная идея, отвратительная, качественная. Они могли сделать лучше, учитывая то, что это коллабораты, они могли сделать лучше. И того, что у нас с вами получается, что мне на 100% понравился только блеск для губов, потому что он хороший, отличного качества, и придраться особо не к чему. Румяна неплохие, но мне не устраивает стойкость, это очень странно, я скорее всего их еще потестирую немножко, попробую чем-нибудь либо подокрепить, либо как-то по-другому нанести, может на другой тон, может они будут себя лучше вести, но пока что так себе. Что же еще у нас с вами вышло в рамках этой коллекции? Во-первых, блеск для губов в оттенке 02. Я хочу обратить внимание, что блеск достаточно темный и лучше всего подойдет для каких-то осенних мейков, для каких-то ярких, насыщенных образов, и лучше всего он, конечно, будет смотреться на темной помаде, вот прям отлично ее подчеркнет, и будет здоровски. Все остальное это какие-то аксессуары, сейчас вы их, конечно же, увидите на экране, что-то там перечислять, пады, спонжик, спонжик я на самом деле думала взять, но он был раскуплен, просто интересный оттенок спонжика, выглядит достаточно симпатично. В целом коллекция достаточно интересная, забавная, но меня очень сильно расстроило качество палетки теней. Ну вот, если с румяном еще может как-то я и подружусь, продлю им стойкость, то тени, на мой взгляд, вот прям проваливающе, мягко говоря. А теперь давайте быстренько с вами посмотрим, как же выглядит наш с вами макияж в конце дня. Ну что, девочки, время поговорить прошло в районе 10 часов, и я хочу обратить внимание, что румян нет вообще, от слова совсем. их нет. Касаемо глаз, у меня особых претензий по носке нет, особенно учитывая, сколько я здесь наславила, в принципе окей. Ну вот, кстати, очень даже стало заметно фигментации этого коричневого оттенка, зеленый. Подождите, у меня есть претензия. Зеленый оттенок тоже куда-то делся в непонятном направлении. Тени держатся хорошо, просто потому, что здесь где-то в некоторых местах по два, по три слоя теней, и чем больше понабивать, тем лучше держатся тени. Я не знаю, честно сказать, по качеству и по качеству со временем в конце дня меня устраивает только блеск для губ. Ну, румян вообще нет, от слова совсем. Они держались буквально два часа, учитывая пудру. если бы без пудры, я не знаю, где бы они были и через сколько они бы ушли. Я расстроена. Я расстроена. Розовый оттенок, конечно, красивый. Розовый с фиолетовым. Мне нравятся цвета, часто, вот эти два оттенка, но качество. И в этики, маленькое дополнительное включение из будущего. Я вам хочу показать, как выглядит фиолетовый оттенок из палетки на подложке. Этот макияж я делала в основе на палетке Beauty Bay в качестве подложки у меня Джеффри Старр. и палетка Essence Финтернея фиолетовый оттенок на подвижном веке. В принципе, не так уж он и плохо выглядит на подложке, но вы должны понимать, что у вас должна быть толковая, хорошая подложка и тогда из этих теней действительно можно что-то делать. И в принципе, нанеся их плотненько, выглядит достаточно адекватно. То есть, у меня особых претензий нет. Но без подложки эти тени никак и никуда, к сожалению. Также хочу обратить ваше внимание на то, что все продукты из коллекции сделаны в Китае. Абсолютно все. Напишите, пожалуйста, в комментариях, как вам эта коллекция, понравилась, не понравилась и как вы, в принципе, относитесь к такого рода коллаборациям. Я надеюсь, что видео вам понравилось и вы нашли его полезным, если да. Не забываем, пожалуйста, ставить пальчик вверх, подписываться на канал. Большое вам спасибо за просмотр. Желаю вам хорошего дня, хорошего настроения и пока-пока.